Приветствую вас, друзья! Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы смотрите мои семинары по дайвингу. И сегодня я хочу с вами поговорить о таком алгоритме декомпрессии, как градиент-фактор. Соответственно, тема будет интересна в первую очередь техническим дайверам. Потому что именно этот алгоритм используется на практически всех современных компьютерах. Итак, что же это за алгоритм такой градиент-фактор? Ну, алгоритм градиент-фактора это вариации на алгоритм Бульмана. То есть за основу взят алгоритм Бульмана. Но, естественно, что такое у нас алгоритм Бульмана, вы наверняка должны знать, как технические дайверы, вы должны понимать, на чем основывается алгоритм декомпрессии Бульмана. Он основывается на так называемых M-значениях. То есть это максимальное значение напряжения газа в одном из компартментов, в одной из тканей, будем говорить так. И, соответственно, задача дайвера не превысить величину вот этого максимально допустимого насыщения. Мы не будем говорить сейчас о размере, то есть как это выражается в числах. Это абсолютно сейчас для нас не важно. Для нас важно то, что компьютер, который работает по алгоритму Бульмана, он выдает нам, собственно, алгоритм декомпрессии, то есть остановки на таких глубинах, где наше напряжение тканей в наших тканях, газов в наших тканях, будет максимально допустимое. Там мы должны останавливаться. Вот, собственно, алгоритм градиент-фактор, он базируется на алгоритме Бульмана. Получается, что если мы возьмем градиент-фактор, равный 100-100 значения градиент-фактора, то мы получим чистый Бульман. То есть это нулевой консерватизм от алгоритма Бульмана. Как выглядит примерно визуально, если представить себе, что такое градиент-фактор? Вот, смотрите, вот у нас есть схема, на которой зеленым нарисован наш профиль всплытия. То есть мы погрузились, какое-то время провели на дне и начинаем всплывать. На пересечении с голубой линией, голубая линия – это линия суперсатурации. Что такое суперсатурация? Точка суперсатурации – это там находится в том месте, где давление газа снаружи, вдыхаемого нами газа, и давление газа, уже накопленного в наших тканях, одинаковое. То есть в этой точке ничего не происходит у нас, ни насыщение, ни рассыщение. Соответственно, вот голубая линия обозначает у нас это значение. То есть мы всплывали, всплывали, всплывали до пересечения, пересекли ее. Как только мы ее пересекли, у нас пошло рассыщение, потому что давление в тканях у нас получается больше, чем давление во вдыхаемом газе снаружи. И до какого же момента мы всплываем? Вот до какого момента мы всплываем, и как раз и обозначает величины вот эти два значения градиент-фактора. Если мы возьмем градиент-фактор 100-100, то мы всплывем до красной линии. Красная линия – это у нас линия значений M, предполагаемая. То есть это абстрактные линии. Тут не смотрите на график, это чтобы мы могли просто представить. То есть если мы возьмем 100-100, то мы всплывем сразу до красной линии и будем проходить декомпрессию вдоль нее. Если же мы закладываем какой-то консерватизм, то мы будем всплывать на меньшую глубину. Например, а на какую меньшую глубину мы будем всплывать? Вот, собственно, мы сами себе эти значения и устанавливаем. То есть установив значение градиент-фактора, например, 20-80, первая цифра отвечает у нас за низкие остановки. То есть это остановки, которые мы проводим в самом начале. Что означает цифра 20? Цифра 20 означает то, что мы от точки суперсатурации, от нашей голубой линии, поднимаемся на 20% расстояния до красной линии. После этого мы начинаем останавливаться. Останавливаемся, проводим какое-то время и опять поднимаемся и опять на такую же разницу. Чем выше мы поднимаемся, тем меньше. То есть тем больше эта разница становится между нашей остановкой голубой линии и тем ближе мы приближаемся к красной линии. Но насколько близко мы приближаемся к красной линии? Вот за это отвечает наша вторая цифра. А вторая цифра у нас, например, в данном случае 80. Что она означает? Она означает то, что мы на 20% не дойдем до точки максимального напряжения ткани. И выходим мы, получается, на поверхность с консерватизмом в 20%. То есть когда мы выходим на поверхность, у нас разница между давлением газа в наших тканях и максимально возможным значением будет составлять 20%. Но как все это отражается на профилях погружения, графиках и прочем? Давайте сейчас немножечко поподробнее все это рассмотрим. Значит, по поводу графиков. Вот я составил на одном из планировщиков несколько графиков погружений с разными градиент-факторами. И погружение на 60 метров с донным временем на, у нас получается, 25 минут. Газ я брал 20, 25. Итак, что мы имеем? Сейчас я уберу вторую картинку, чтобы не мешало. Смотрите. Первое, да, от у нас значения, первый столбец. Это градиент-фактор 100-100. Это чисто алгоритм Бульмана. ZHL16C. Тот, по которому и работает большинство компьютеров. То есть это базовый алгоритм. Что он нам дает? Он нам дает, что при таком графике рассыщения, то есть когда мы будем идти по значению M, по максимальным значениям напряжения газа в тканях, мы, видите, как у нас внизу там консерватизм указан 0, да, то есть нам понадобится 62 минуты на совершение такого погружения. Для сравнения, поставив градиент-фактор 20-80, о котором мы говорили, выйдем мы с 20-процентным консерватизмом, ну и время погружения у нас составит 80 минут, да, и вот вы видите, насколько больше остановок. То есть в первом случае у нас первая остановка сразу будет на декогазе, да, да, это погружение с декогазом с использованием 50-го нейтракса. То есть первая у нас будет сразу на декогазе и на 15 метрах. В случае с алгоритмом градиент-фактор 20-80, первая остановка у нас на 33 метрах, и она еще будет на донном газе, потому что переключение у нас предусматривается на 21 метре. То есть мы еще будем стоять раз, два, три, четыре остановки на донном газе. Давайте немножко поиграемся с цифрами и снизим консерватизм в нижней части, да, сделаем разницу в давлениях между точкой суперсатурации и первой остановкой в 30%. Что мы имеем? Наше погружение сократилось. Сократилось оно, в принципе, не так уж, чтобы очень сильно значительно, да. Разница у нас составляет всего, как я понимаю, 2 минуты. Первая остановка, вот вы видите, мы поменяли 20 на 30, и первая остановка у нас уже на 30 метрах. То есть уже на одну остановку меньше. Насколько это хорошо-плохо, чуть-чуть попозже поговорим. Давайте попробуем поменять консерватизм в верхней части, да. То есть если у нас во втором случае 30-80, при выходе у нас консерватизм по-прежнему остается 20, то в случае с 20-90 у нас консерватизм получается в 10%. Итак, если мы сделаем погружение, используя градиент-фактор 20-90, то первая остановка, как вы видите, также будет у нас на 33 метрах. То есть первая цифра у нас отвечает именно вот за это значение, глубину первой остановки. Но общее время погружения у нас сократится. И сократится оно до 73 минут. То есть по сравнению с 20-80, это 7 минут разницы. В принципе, достаточно уже как бы существенно, можно сказать. Да, но мы понимаем, что у нас здесь, будем говорить, 20-ти процентный запас прочности, здесь всего 10-ти процентный запас прочности. Давайте сделаем еще один. Давайте увеличим консерватизм в верхней части и уменьшим его в нижней. Поставим градиент 30-70. Что мы получаем? Мы получаем 86 минут. То есть это одно из самых длинных наших погружений будет. Да, у нас будет очень большой консерватизм, мы выйдем с 30-ти процентным запасом. Но первая остановка, кстати, обратите внимание, 30 метров. То есть это напрямую связано с первой цифрой. Но в мелкой части наши остановки удлинились. Почему? Потому что мы стоим дольше, чтобы дать большему количеству газов выйти и уменьшить разницу давления. Я, лично я, использую алгоритм 45-85. То есть значение градиент-фактора 45-85. Алгоритм, естественно, тот же. В моем случае время погружения составило бы 74 минуты. Консерватизм по выходу 15%. И еще я один график составил, план вернее. Это градиент-фактор 50-70. И у нас 82 минуты и те же 30%. Вот. Значит, ну и как вы видите, чем меньше первая цифра, тем выше первая остановка у нас появляется. Чем больше первая цифра, тем выше остановка. Давайте посмотрим, собственно. Ну, как бы вот эти цифры, да, пока это все абстрактно. Какие-то 30%, какие-то 70%. Давайте посмотрим, что же происходит, собственно, с тканями. Я составил несколько графиков, используя программу DiveProMe. Спасибо Алексею Власову. Очень удобный инструмент, кстати. Ссылочку я там в описании оставлю на его программу. Очень удобный, главное, бесплатный инструмент для планирования. И очень наглядно можно посмотреть, собственно, на графиках насыщение по всем группам ткани, по конкретной группе. И даже по отдельному газу, то есть по инертным газам можно посмотреть отдельно гелий и отдельно азот. Для тех, кто только постигает технический дайвинг, только начинает им заниматься, было бы, наверное, очень удобно пользоваться именно такой программой. Итак, берем градиент-фактор 100-100. Вот мы имеем график, на котором таким бирюзовым цветом у нас изображены самые быстрые ткани. Красный, такой розовато-красный, коралловый, я, наверное, сказал бы. Это у нас средние ткани. И такой голубой – это самые медленные ткани. Я просто сделал выборку из 16 групп. Я выбрал первую, девятую и шестнадцатую. Итак, что мы видим? Когда мы идем вниз, вот у нас, в принципе, на точке 25 минут – это максимальное насыщение. Если присмотреться к графику внимательно, то мы видим, что на самом деле давление в самом медленном компартменте, в самых медленных группах ткани практически не меняется. оно падает незначительно медленно. Средний компартмент тоже, как вы видите, не сильно. То есть вот прошло насыщение и все. Самый критический у нас тут был быстрый компартмент, который у нас быстро насытился, но также у него напряжение газа в тканях уже даже после второй-третьей остановки, уже ниже даже, чем у средних тканей. Поэтому, в принципе, большого значения это уже не имело. Просьба не обращать внимания на разницу в цифрах, на графике и в планах. Просто разные использовал планировщики, и разные немножечко данные они выдают. То есть градиент-фактор выставлялся везде один и тот же, алгоритм один и тот же, но немножечко разный план декомпрессии они выдают. Ну, в принципе, это нормально, потому что в том же DiveProMe настроек значительно больше. Тем планировщикам, которым я пользовался для составления планов, там нет настроек, собственно, и по солености воды, и по температуре. То есть каких-то еще влияющих факторов на сам расчет там не учитывается. Поэтому возникла разница. То есть у нас здесь 60 минут на самом деле получился, а здесь 62. Но сразу говорю, в данный момент это совсем не важно. Важна сама картинка. Теперь давайте сравним, как же выглядит насыщение наших тканей при использовании градиент-фактора 20-80. Вот наша картинка. Что мы видим? Видим мы практически то же самое. По медленным тканям у нас получается чуть-чуть больше насыщения по медленным тканям. Чуть меньше по средним на выходе. Но это естественно, потому что именно средние ткани в данный момент у нас, получается, являются критическими. И именно по ним в конце идет расчет. Общее насыщение быстрых тканей было изначально чуть больше, но в конце... То есть оно было изначально не чуть больше, оно было ровно таким же, но рассыщались они чуть медленнее, как вы видите. Но в итоге мы имеем практически на выходе. Ведь нам же важно посмотреть картинку на выходе. То есть нулевой консерватизм и консерватизм, который в принципе на выходе дает нам 20%, выглядит очень похоже. Давайте добавим, давайте сравним с другими. Давайте посмотрим, что нам даст алгоритм 3080. Вернее, не алгоритм, а градиент-фактор 3080. Так, вот. Практически то же самое. Хорошо. Давайте посмотрим, а что так многими критикуемы мои значения градиент-фактора. То есть многие очень к этому относятся настороженно, говорят, что у меня достаточно агрессивный профиль. Давайте посмотрим. Вот я его поменял на 100. Вместо 100-100 вы видите, картинка примерно та же. Единственное, что меняется, на графиках это не очень хорошо видно, потому что здесь нет соотношения со значением m. Но единственное, что меняется на самом деле, это разница в давлениях в средних тканях, которые, как вы видите, у нас являются критическими. То есть вот эти розовые, коралловые столбики между максимальным значением и тем, с которым мы выходим. То есть я выхожу с 15-процентной разницы. Давайте посмотрим с 10-процентной разницы для сравнения. Видите, график похож. 30-процентный, график похож. То есть получается, что никакого значения это не имеет, какие цифры ставить. Вот как раз такой вывод будет неверным, потому что, как я и сказал, мы не видим вот именно на этом графике разницу между значением m и тем, с чем мы вышли. Но эти графики и, в частности, эта табличка тоже нам очень многое могут дать. Давайте я сейчас лишнее подключаю, оставлю тут один какой-нибудь график. Так, что у нас там еще включено? Вот это, вот это. Вот оставлю свой 40-85 и верну таблички. Да? Да нет, 40-85 неудачно расположим. Давайте что-нибудь вот здесь вот 30-80 оставим. Смотрите, давайте немножко поговорим о том, как у нас эффективно проходит декомпрессия. То есть как более эффективно проходить декомпрессию. Логично же, что эффективнее проходить декомпрессию на декомпрессионном газе. Он поэтому так и называется, декомпрессионный газ. В нем меньше содержания инертных газов. То есть вы же понимаете, что в то время, особенно в самом начале нашего всплытия, на первых остановках, в то время, когда у нас быстрые ткани, эти бирюзовые столбики идут вниз, там, в принципе, если посмотреть, видно, что столбики голубые и коралловые идут еще немного вверх. То есть в это время у нас происходит насыщение медленных и средних тканей. В то время, когда быстрые уже рассыщаются. И чем быстрее, чем быстрее мы снизим парциальное давление на входе инертных газов, тем меньше у нас насытятся средние и медленные ткани, и тем меньше нам придется стоять. То есть если мы сразу будем всплывать как можно выше, и по возможности сразу к переключению на газ, который содержит меньше инертных компонентов, то есть на нейтрокс, то тем меньше в итоге у нас займет время декомпрессии, даже если мы поставим достаточно высокий консерватизм. Вот, в принципе, это можно просмотреть, как бы понять по графикам 30-70 и 50-70. Вот как видите, если мы всплыли меньше, то есть общий консерватизм мы вышли с 30%, но в первом случае 30-70-80-6 минут простояли, 50-70-80-2 минуты простояли. То есть декомпрессию делать на донном газе это, в принципе, неэффективный способ. Надо стремиться делать декомпрессию на декогазе. Поэтому вот в этом месте мы с вами можем и поиграться со значениями. Мы берем и меняем градиент-фактор, чтобы приблизить наши первые остановки как можно ближе к точке переключения на декогаз. Да, по возможности можно, в принципе, сразу подниматься до точки переключения на декогаз. Но сразу скажу, не со всеми это сработает. Очень важно учитывать еще и состояние своего здоровья, возраст, то, как у вас идет газообмен, как идет обмен веществ. То есть чем старше человек, тем хуже у него идет обмен веществ, тем, в принципе, зачастую хуже у него идет и газообмен. И, опять же, те, кто страдает какими-то заболеваниями, особенно если это заболевания, связанные с органами дыхания, тут тоже надо быть более консервативным. Поэтому не стоит ставить консерватизм, например, 70-70. В принципе, это даст обычные 30% консерватизма от значения Бульмана, от алгоритма ZHL16C. То есть, в принципе, это никак не должно сказаться на состоянии дайвера при выходе. Но учитывая все-таки возраст, особенности организма, мы не будем так рисковать. Да, в рекреационном дайвинге, например, если вы ныряете с техническим компьютером в рекреационном дайвинге, вы легко можете выставить 80-80. Это будет соответствовать 20% консерватизму. В принципе, такой консерватизм имеет большинство компьютеров. И спокойненько плавать, потому что вы в любом случае не приближаетесь к точке суперсатура, к точке с значением М. Вы их не достигаете. Но когда вы их уже пересекли, то есть, когда у вас декомпрессионный дайвинг, этого делать не стоит. Подбирается значение градиент-фактора индивидуально. Придется вам на это потратить какое-то время. Опять же, под разные условия погружений стоит подбирать разный градиент-фактор. Например, если мы погружаемся с ярко выраженным термоклином, то есть на какой-то глубине у нас появляется термоклин, а как вы понимаете, в холодной воде у нас кровоснабжение будет от покровных тканей, ну, на покровных тканях будет ухудшаться, потому что организм будет пытаться поддерживать кровоснабжение в первую очередь жизненно важных органов, и, соответственно, рассыщение этих тканей пойдет хуже. Поэтому нам надо стремиться как можно быстрее миновать эту точку термоклина и подняться выше. Здесь, естественно, есть прямой смысл, первое значение делать как можно больше, чтобы как можно быстрее покинуть зону холодной воды и проводить декомпрессию в более комфортных условиях. Бытует мнение, что желательно распределить график декомпрессии, чтобы он был равномерным. Тот равномерный график декомпрессии, наиболее равномерный, вы можете видеть, наверное, на алгоритме 20-80. Но так ли он хорош? В принципе, если сравнить алгоритм 20-80 и 50-70 по времени, то у нас разница в 2 минуты и 50-70, в принципе, мы на 2 минуты стоим больше. Но мы тут и выходим с большим запасом. То есть у нас явно по средним тканям запас 30%. То есть мы точно на 30% отстоим от значения M. Поэтому для теплой воды по большому счету 20-80 или 50-70 для данного погружения большого значения иметь не будут, а для холодной воды будут. И в холодной воде предпочтительно сделать погружение с градиент-фактором 50-70 или 50-80, что, в принципе, будет еще и короче, естественно, погружение. Потому что наше рассыщение, наше кровоснабжение покровных тканей будет лучше. Они, как правило, у нас как раз все это быстрые ткани. И они будут лучше рассыщаться. Мы, в принципе, этим снизим риск. Вроде как бы уменьшая консерватизм, мы снижаем риск возникновения ДКБ в этой области. Я думаю, что вам самим будет интересно попробовать поиграться с значениями градиент-фактора, поподбирать. Вот как раз программка Dive Pro.me, она, кстати, работает и в оффлайн-режиме. То есть даже если нет интернета, она у вас будет работать. Вы ее можете, кстати, скачать и на Android-устройство, насколько я знаю, есть и для Apple-устройства. Это программа, которая будет работать и для Windows-устройства. Что очень удобно, да, потому что зачастую в море может просто интернет это и не быть. Да, ну, вы скажете, я прям рекламирую эту программу. Да, мне программа просто очень понравилась. На самом деле, именно вот из-за наглядности. Да, ну и тем более это бесплатный инструмент. Почему бы его не прорекламировать? Я понимаю, если бы это была какой-то платный софт, тогда можно было заподозрить меня в каком-то коммерческом интересе. Здесь, собственно, что ребята сделали большую работу и сделали ее просто для дайверов и не просят за это никаких денег. Вот, поэтому попробуйте, посоставляйте планы. И если вы поняли, да, из моей спутанной немножко речи то, что я хотел до вас донести, подбирайте и выставляйте значение градиент-фактора для разных погружений, для разных условий самостоятельно. То есть экспериментируйте, экспериментируйте аккуратно, но если вы понимаете, как это работает, вы навряд ли ошибетесь. Поэтому, вот, если ваши условия погружений будут сильно различаться, думайте, что вам важнее. Консерватизм в быстрых тканях, да, который у нас, в принципе, нужен только в самом-самом начале, да, и настолько ли он важен, да, потому что по последним исследованиям, которые проводились, да, к сожалению, ссылочку дать не могу, потому что, ну, просто уже не помню. Но об этом много писалось уже и говорилось, что, в принципе, глубокие остановки не так уж и необходимы. И на самом деле, по большому-то счету, они как раз несут больше риск, потому что на глубоких остановках наши медленные и средние ткани продолжают насыщаться, да, а именно они у нас более, как бы, составляют ту зону риска, где мы можем получить ДКБ в первую очередь при подъеме на поверхность. Ведь именно там получается самое большое остаточное давление. И самая большая разница давлений именно между газом на поверхности и газом в тканях получается у нас именно в средних тканях, да. То есть, соответственно, они наиболее близки к этим критическим значениям, которые определил Бульман, который рассчитал, там, экспериментально определил, измеряя радаром Доплера шумы этих газовых пузырьков. Кстати, сейчас вот в Америке проводятся новые исследования. Они пытаются визуализировать при ультразвуковом исследовании эти пузырьки, да, то есть там какой-то метод контрастного ультразвукового исследования. И определить, потому что на самом деле ведь есть такой странный феномен, что два дайвера, которые погружались в одинаковых условиях, то есть которые в одинаковой физической форме примерно, то есть очень близки по строению тела, по физической форме, по весу, по всем прочим. При проверке даже на радаре Доплера на шумы, показывающий одинаковый уровень шумов пузырьков в тканях, при этом у одних проявляются симптомы ДКБ, а у других нет. То есть очень странная картинка получается. Вроде как бы все одинаково, да, то есть судя по шуму пузырьков, у них одинаковое абсолютно насыщение, да, одинаковое получается количество пузырьков, но почему-то у одного симптомы ДКБ проявились, а у другого нет. Вот. Поэтому надо понимать, что каждый организм у нас индивидуален, и при всем сходстве настройки градиент-фактора для одного человека не подойдут для другого. Вот. Поэтому вы меняете их индивидуально, по себе, постепенно меняя, отслеживая состояние своего здоровья. Не надо это делать резко. То есть если вы всегда ныряли там на 20-80 или на 30-80, как пришел вам компьютер от производителя, вы его ни разу и не переключили, да, там как стоял по умолчанию, допустим, 30-80 градиент или 30-70. Вот. Так вы с ним и ныряли. Не надо сразу там с 20-80 прыгать на 50-70, да. Начинайте потихоньку менять градиенты, отслеживайте свое состояние, да, в разных условиях. И со временем вы выработаете для себя систему, которая подходит именно вам. Ну и понятно, что мы стремимся к наиболее эффективной декомпрессии, да, то есть как можно ближе подняться к точке переключения, как можно ближе к декогазу, и, в принципе, для нас время, проведенное на деке, тоже желательно... Ну, это же не цель нашего погружения, то есть цель же погружения технического не прохождения декомпрессии, да. Целью у нас был осмотр, то есть то, что мы делали в донной части, да. То есть декомпрессия – это, собственно, вынужденное время, которое мы вынуждены просто проводить, чтобы всплыть на поверхность, да. Естественно, если чем оно будет короче, тем, наверное, в принципе, это и лучше. Вот. Ну, а на этом все. К сожалению, опять мне пришлось семинар записать, да, потому что в данный момент я, собственно, путешествую. И на том острове, где я сейчас нахожусь, к сожалению, с интернетом совсем все плохо, поэтому данный семинар я записал, вот, и я его выложу просто в сеть, и он будет доступен по тому расписанию, по которому мы с вами договаривались, то есть в четверг в 8 часов он должен был будет начаться. Я надеюсь, что он начался, да, но вы видите его в записи. При этом вопросы вы также можете все написать, и я на них отвечу, но только чуть попозже, когда у меня будет нормальный коннект, да, то есть когда будет нормальный интернет, я постараюсь вам ответить. Ну, в любом случае ответить на вопросы – это значительно проще, чем провести трансляцию, потому что на трансляцию мобильного интернета мне, к сожалению, не хватит никак. Вот, ну и большое спасибо за внимание. Если было полезно, я рад, что чем-то смог вам помочь, какие-то моменты разъяснить. Напомню, для чего я это делаю, да, зачем я эти семинары организовал, конечно. Ну, в первую очередь, это образовательная цель, да, то есть помочь разобраться дайвером с не всегда понятными, и не всегда ясно описанными в учебниках алгоритмами, но, к сожалению, в учебник вот столько не впихнешь, сколько я наговорил, да. Можно, конечно, но учебник получится очень толстый. Вот, и вторая – это сбор средств на мой новый проект. Сейчас выложу, опять же, данные, куда можно пожертвования перечислять. То есть любые, если вам какую-то пользу принесло это видео, пожалуйста, сколько посчитаете нужным на новый проект, который я делаю, в принципе, и для дайверов в том числе, да, потому что в расчет именно на то, что результатами этого проекта будут пользоваться и все мои друзья-дайверы в дальнейшем. Вот, сейчас я включу заставочку. Ну, и перед этим я с вами попрощаюсь. Большое спасибо. До следующих встреч. Опять же, жду любых комментариев, вопросов, пожеланий. Также, если вы хотите услышать про какие-то мои комментарии, мои разъяснения по каким-то другим темам, касающимся дайвинга, пожалуйста, спрашивайте. Постараюсь записать видео и на этот, ну, в ответ на ваши вопросы. Ну, все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok